Дорогие коллеги, пожалуйста, поставьте нам оценочку 10, если вы нас хорошо видите и слышите. Ждем ваши оценки, ждем ваши отзывы. Спасибо огромное, вы нам сейчас очень помогли. И сегодня мы очень рады быть с вами, это целый час, и сегодня нам безумно приятно находиться в команде самых успешных топ-лидеров, наших любимых Елену и Дениса. И вы знаете, мы очень рады, что мы сегодня приглашены именно в вашу команду и хотим сегодня быть максимально вам полезными. А хочется узнать сегодня биографию нашего вебинара, кто у нас, из какого города, напишите сегодня, кто откуда подключился. Мы хотим видеть, где вы, кто вы. Витебск, отлично, Жлобин, Ореховск, посмотрите, сколько нас, какая прелесть. Витебск, видите, вот сколько у нас городов. Гродно, это наш сын подключился, Павел Юрьевич, Витебск. Прекрасно. Уважаемые коллеги, я уверена, что сегодня в этой вебинарной комнате вы находитесь вместе со своими близкими, возможно. Вот Бешенкович и Олеся написала, Минск, Людмила, Лепель. Слушайте, у вас вообще биография огромная, а не же надо, как рефейм объединяет людей. Это прелесть какая. Слушайте, Витебск. Витебск, конечно, лидирует, молодцы. Конечно, каждый из вас сейчас находится возле своего компьютера, и, наверное, вы не одни. Напишите, пожалуйста, цифру, сколько у вас сегодня возле экрана вашего компьютера, чтобы вы понимали, сколько людей сегодня вместе с нами в этот час лидера. У кого-то один, у кого-то три. Я могу только догадываться, Елена и Денис, наверное, с вами Злата находятся в этот момент, и Женя, кто-то из них. А кто-то один, у кого-то двое. У Натарии Дайковой три человека возле экрана, и у Алены Котковской. Посмотрите, вот, ведь как всё онлайн, тем самым мы можем увеличить количество участников обучения. Итак, мы начинаем. Мы представимся. Зовут нас Алла и Александр. Мы являемся... Наша фамилия Евгеньевич. Мы являемся топовым лидерами компании «Рифлей Беларусь». Но так было не всегда. Сегодня мы поделимся с вами нашей историей успеха. Она не совсем такая уникальная, она обычная, как, наверное, у многих из вас. И если кто-то сейчас думает о том, что мы какие-то такие очень удивительные люди, и, наверное, слишком талантливые, и какие-то необыкновенные, то, наверное, не совсем так. Мы обычные у нас. Мы из обычных семей. Наши родители работали на заводах. Мой папа работал водителем, мама моя работала в общепинте. У Александра мама работала на заводе начальником. Отец тоже водитель. Вот и сейчас ещё он водитель скорой помощи. Мы не имели опыта продаж, опыта работы в сетевом маркетинге. Мы не знали о том, что можно иметь свой бизнес. Нам никто не прививал в детство качества, которые должны быть у человека успешного. И нам никто не говорил в детстве, к сожалению, тогда так не было заведено, о том, что нужно искать работу, которая приносит и удовольствие, и деньги. И сегодня мы находимся в звании бриллиантовых директоров. И вы знаете, это путь, который мы прошли вместе. И мы знаем цену этой дороги, и мы знаем, как бывает хорошо, и мы знаем, как бывает, когда не очень хорошо. Мы сегодня будем вам об этом рассказывать. А вы точно хотите об этом услышать? Вам будет интересно? Мы подготовили для вас презентацию, которая сегодня будет немножечко, наверное, вам полезна в плане даже и того, как работать сегодня в условиях, которые сейчас у нас в Беларуси. Мы рады, спасибо. Мы постараемся. Итак, кто мы? Кто мы, Дарри Флейн? Александр, кто мы, Дарри Флейн? Мы, Дарри Флейн, простые люди, абсолютно простые люди. Семья, муж, жена, двое деток маленьких. Что удивительно, жизнь так складывалась, что мужчина, я как мужчина взял на себя такую интересную обязанность, я должен был обеспечивать свою семью. Мне тогда казалось, что такая модель построения семьи, когда жена птичка в золотой клетке, заботится о детках, о мужиках, который работает 16-18 часов в сутки. Мне казалось, что это модель хорошая, шикарная. Алла несколько раз пыталась устраиваться на работу, но маленькие дети, маленькая зарплата, и это все не получалось. Я думал, что я лучше добавлю свою работу несколько часов и тем самым компенсирую ее за плату. На самом деле все очень просто. Было несколько точек отсчета в теле Хейд 90-е, когда я точно понял, что я не хочу работать под каким-то начальником. Потому что тогда неосознанно было желание что-то хоть чуть-чуть, но что-то свое творить. И после того, когда я поработал в классическом бизнесе на рынке, нужны были деньги, были риски, бандиты, эльбераловка, рейки и так далее и тому подобное, мне друг предложил пойти водителем в такси на сам автомобиль. Тогда у меня уже были небольшие деньги, я смог купить стайлинг-куриномарку. И вот именно этот вид деятельности в течение 10 лет был моим видом деятельности перед работой компании Арифлей. Конечно, было сложно, были риски, но зарплаты были очень хорошими, потому что все зависело тогда от себя. Даже тогда, в те времена, доход был более 1000 долларов. Не скажу, что это много по сравнению с зарплатами людей, но мы зарабатывали в среднем в 2-2,5 раза больше, чем другие люди. Но те радости, которые были у нас, они были небольшие. По выходным мы с родителями, как и все нормальные люди, работали на даче, получали от этого абсолютно небольшое удовольствие, просто помогали родителям то, что им тяжело, скажем, немножко в возрасте были. Но на самом деле даже в такси мне хотелось оставаться простым рядовым таксистом. За 5 лет от работы в такси я достиг уровня замдиректора фирмы. Это более 120-150 человек в подчинении, диспетчера, водители, хороший здоровый коллектив, до сих пор с ребятами дружу, почти все жены у нас в Арифлейм, потребители. Ну, замдиректора это тот, который выполняет всю работу. Директор вкинул деньги в фирму, а ты управляешь коллективом. Вот тогда появились первые навыки общения с людьми, это с клиентами, с пассажирами, и легкие навыки управления коллективом. Это, наверное, был такой второй шаг к свободе. Первый, это когда я не захотел иметь начальников, а второе, когда появилась возможность одному из нескольких тысяч быть, скажем так, заместителем директора. Я до компании Арифлейм работала воспитателем в детском саду. Мне очень нравилось, потому что я люблю детей, и я отлично себя чувствовала в должности воспитателя. Мне всегда нравилось проводить какие-то занятия. Я была очень приятным воспитателем, я даже брала с тебя дополнительные занятия с детьми, неоплачиваемые, конечно же. Но мне просто было удовольствие, просто удовольствие. Денег, конечно, за любовь с детям не платят, и, конечно, приходит момент осознания того, что твой доход равен баку бензина, который муж заправил за один день и уехал. Вот и всё. И когда ты понимаешь, сколько ты стоишь, время идёт, и ты видишь, что ничего не меняется. И я ушла опять домой, в декрет. Мы отлично жили, муж этот плечи, который он всегда, всегда делал так, чтобы нам всего хватало, чтобы семья ни в чём не нуждалась. И какое-то время девочки, кто вот, девочки, я вас вообще вот сейчас хочу призвать к тому, что, знаете, а мне тогда нравится так же. И потому что, вот знаете, вот какой-то нет такой ответственности на семью. Так здорово, когда тебе всё готовое принесут в клювике. Но в один момент я задумалась, 10 лет работа сложная у мужа, очень сложная. И это работа опасная даже, я бы так сказала. И кто со мной согласен, ну просто поставьте, да, плюсик, что действительно, работа в такси, она опасная. И я стала думать об этом, задумалась. И, знаете, хорошо, что я оказалась у своего мужа не эгоист. Я, наоборот, задумалась хорошо к тому, что нужно что-то с этим делать. Человек не может работать всю жизнь. Тяжело, да ещё и опасно. И время шло, ничего не менялось, дети росли. Вот это менялось. И когда дети растут, они уже не нуждаются в твоей опеке, ну как раньше, когда были маленькие. И ты должен чем-то быть занят в этот день. Но когда ты видишь, что у тебя в обиходе каждый день только кастрюли, тряпки, ну и прочее, вот кто меня понимает, это просто, когда домохозяйка, дома дети, ты готовишь обеды, моешь посуду, убираешь. И так каждый твой день состоит просто из этого. И, конечно, как бы ни старался мой дорогой муж искать причину мне никуда не выйти на такую работу, он хотел, чтобы я действительно сидела дома и была домохозяйкой, но я искала. И следующий мой поиск, это, вы видите, на слайде салон красоты, я была администратором, я устроилась туда, мне было очень интересно там работать, общение с людьми, это очень классно, ты нужен кому-то, ты приходишь в коллектив. Но тоже хозяйка салона красоты, она заплатит тебе ровно столько, сколько посчитает нужным, несмотря на то, что хозяйка салона красоты была моя грешная мама. Ну так получилось. Вот. Опять-таки время шло, пока я работала, мой сладший сын сидел с няней, потому что мне нужно было ходить на работу через день, но это было с 9 утра до 9 вечера, соответственно, я уже не видела семьи. Если раньше муж мой не видел семьи, то тут присоединилась я, и я стала ходить на работу, и тоже не вижу семьи. Когда пришло осознание того, что нужно что-то менять? Оно пришло. Друзья, оно рано или поздно приходит к каждому человеку. У нас, ну у меня лично, это пришло в рубеже 30 лет, когда уже розовые очки у меня упали, о том, что все еще впереди, о том, что можно еще кем-то в этой жизни стать и чего-то добиться, и чего-то растичь. И уже стало приходить осознание того, что, а что дальше? Или так всегда? Или так всегда? Выйти в 8 утра на работу и в 55 лет вернуться, при этом остаться нищим, голодным, боссом и холодным. Каждый человек задумывает, а что дальше? А гарантий в нашем мире нет, гарантий никаких, потому что человек сегодня устраивается на любую работу, просто ради того, чтобы выжить, чтобы как-то прожить, не говоря о том, чтобы жить лучше. И каждый день на рынке труда появляются такие новые вакансии, правда, правда, есть они, их много, но посмотрите, сколько работы нужно выполнить, чтобы заработать определенную энную сумму денег. И эта энная сумма денег не спасает, потому что это только бытовые проблемы можно закрепить этими деньгами, а планы счетов больше ничего. И в магазин, когда эти люди приходят, они, как правило, заглядывают в кошелек. И вот это осознание пришло только к 50 годам. Поэтому, знаете, когда я вижу сегодня молодежь, продуктивные люди, они думают, они задумываются, они сегодня уже многое хотят. И я за них всегда очень радуюсь. И в то же время я вижу других людей, кто постарше, они тоже думают, потому что нужно думать о том, что будет завтра. И, конечно, мы видим, что жизнь показывает нам итог и выход. Когда человек отдает жизнь за госработу, он остается за бортом этой жизни, потому что на пенсии очень трудно прожить. И должна быть какая-то подушка безопасности, и должно быть, что-то должно быть, чтобы ты мог быть абсолютно спокойным в своей жизни. И почему Арифлэйм? Вы знаете, вот мы совершенно случайно для себя открыли компанию Арифлэйм абсолютно случайно в лице человека. Это моя одна курсница, которая не в Арифлэйм давным-давно, и так бывает часто в нашем бизнесе. Поэтому сейчас, когда мы работаем с командой, мы всегда просматриваем людей внизу, кто у нас пришел из новичков, даже если где-то не мы их пригласили, а наши коллеги, наши партнеры. И вы знаете, мы думали, мы изучали компанию Арифлэйм, мы не сразу сюда головой окунулись, мы сначала присматривались и изучали. И вы знаете, как хорошо, что мы поняли, вовремя осознали, и сегодня благодаря компании Арифлэйм мы имеем то, что мы имеем. Так вот, почему Арифлэйм? Мы индивидуальные предприниматели сегодня, мы муж индивидуальный предприниматель до Арифлэйм, и мы отлично понимаем, что значит, когда ты работаешь официально в Арифлэйм, и когда ты знаешь, что ты работаешь в лучшей компании. Сегодня мы утверждаем, и каждый наш новичок знает о том, что Арифлэйм это лучшее предложение на рынке Да, это очень просто и много доказательств, потому что официальная работа – это самое первое и самое главное, что было очень важно. Вот, тогда компания, когда начинался бизнес Арифлэйм, она еще работала неофициально, но уже тогда вы знаете, что через год компания входит на рынок Беларуси официально. Что привлекло меня? Конечно же, первая пришла Арифлэйм с супругом, и она создана как консультант, ее подруга зарегистрировала первые два месяца от Ала ничего не делала, в деревне с детками, скажем, на даче отдыхала. Но на том этапе, пока Ала до 12% делала свой бизнес, если она захочет, расскажет подробнее, я призываю вас обратить внимание. Мне, как мужчине, хватило ума ей не мешать. И это очень-очень важно, потому что, как правило, половина женщин, женщин больше в бизнесе, и тыкаются именно на непонимание со стороны близких. Это родители, это мужья, это сестры, братья. Поэтому в начале пути, в начале пути, обращаю ваше внимание, есть только вы и ваш бизнес. Это как еще один ребенок. Мы через это прошли. Поэтому, что бы вокруг кто ни говорил, что бы ни было, это ваш ребенок. Вырастите его хотя бы до состояния менеджера, чтобы просто понять, где вы, это я отвечаю с новичкам, где вы оказались. И вы знаете, действительно, Арифлейн сегодня это лучшее предложение на рынке Белоруссии. И я всем своим новичкам каждый день говорю, зацепись за Арифлейн. Это единственный сегодня твой шаг. Ведь нигде нет того, что есть в Арифлейн. Нас держит здесь, это наследство. Это то, что можно оставить своим потомкам. Это то, что можно передать. Многие люди, они знают о Арифлейн и знают о том, что здесь есть уникальная возможность оставить по-насвязь доходы. Но они привыкли думать обратное. Они говорят, что мы оставим другое. Мы не хотим работать. В Арифлейн надо работать. Кто знает, что в Арифлейн надо работать? Друзья, напишите, если вы это знаете. В Арифлейн надо работать. Да. Но тот, кто работает, тот здесь и имеет. И вот наши знакомые, наши близкие иногда нам говорят, да, конечно, все круто у вас, но надо работать. И мы начинали рассказывать о наследстве. Мы говорим им о том, что вот посмотрите, мы работаем, но мы знаем о чем. А что у вас? А они говорят, ну, у нас есть, что оставить по-насвязь, удачи. Или кто-то говорит, машина. Я иногда думаю, в каком веке они еще живут? Или они думают, что они оставят свои гнилые хрущевки по-насвязь у детям, и тем они будут успешны и будут на языке у своих внуков. И вы знаете, в Арифлейн есть еще, еще одна самая-самая крутая вещь. У нас она очень сильно мотивирует, очень сильно. Это следующий слайд. Здесь есть вот это. Это то, чего нет, но нигде. В Арифлейн есть возможность круто отдыхать каждый год. Видеть весь мир. Вы знаете, благодаря компании Арифлейн мы уже были в более 15 странах мира. Благодаря Арифлейн мы увидели то, чего никогда в жизни не увидел бы обычный таксист, даже если он замдиректора фирмы таксист, и обычный рядовой воспитатель детского сада. Ну, правда. Мало того, нам компания помогла еще показать эти красоты нашей дочери. Она уже была с нами на конференциях, была и в Швеции, и в Париже. Это так здорово, когда ты за день компании имеешь возможность так отдыхать. И знаете, вот нас мотивируют деньги, в Арифлейн. Деньги здесь точно есть. Только каждый возьмет свой кусок. Но, как правило, люди приходят сюда и ждут сразу много денег. Именно поэтому большая ошибка тех, кто пришел, ничего не умеет делать, а хочет зарабатывать. Здесь компании платят деньги за профессионализм, за товарооборот. А многие люди так и не поняли эту суть. И если ко мне приходит на встречу человек, вот недавно у меня была женщина с объявлением, и она говорит, я ищу работу. Я спрашиваю, а какую работу вы ищете? Что именно вы умеете делать? Она говорит, ну, я продавец. Я говорю, вы знаете, я могу вас взять сюда, но фрукту продавцов, но деньги будут зависеть от вашего товарооборота, от ваших способностей, умения делать продажи. На что она мне говорит, ну, я вообще-то хотела бы иметь гарантии в плане, чтобы у меня была книжка продовая и шел в стаж. Я говорю, вы знаете, это не к нам. Там, где продовые книжки, там, где мне мои гарантии, там, где люди продают мечту за ежемесячный стабильный якобы доход, это не к нам. К нам это сегодня учимся, а завтра зарабатываем деньги. Вы знаете, она ушла, задумалась, и мы вообще, наш бизнес такой, мы заставляем людей задумываться. И даже сегодня на этой презентации многие из вас задумаются, а правильно ли я сегодня живу, что хочу я вообще в этой жизни, по той ли лестнице я крапкаюсь, к той ли стене эта лестница представлена. Вы знаете, вот многие люди сегодня ходят на работу, говорят, ну, хотя бы 3 миллиона, но я зато их зарабатываю. 3 миллиона, друзья мои, 15% квалификации, менеджер, 3 миллиона. За 3 недели. За 2 недели. И знаете, почему я это вам сегодня говорю? Потому что, когда мы пришли в Арифлейм, когда я начала работать с Арифлейм, я подумала первое, о чем, сколько я хочу зарабатывать и что для этого мне нужно сделать. И вот когда сегодня я ставлю на 2 чаши высок, менеджера Арифлейм 15% с доходом 3 миллиона, в 3 недели, не в месяц даже, и ставлю человека, работающего госслужащего за 3 миллиона. Цена вопроса, друзья, что нужно сделать на работе, чтобы получить 3 миллиона на госработе? Ну, как минимум, это надо встать 5 утра, как минимум. Как максимум, это сидеть до звонка. А на самой работе сегодня такое время, когда никто не будет терпеть такого работника, кто просиживает время, потому что КПД, коэффициент полезного действия, должен быть. Именно поэтому, когда мы работаем сейчас в Арифлейм со своей командой, мы всегда смотрим на КПД, потому что иногда нет эффективности, поэтому у лидера нет результата или у новичка нет результата, потому что нужно что-то делать, чтобы он был. И мы поняли в один момент, когда работали в Арифлейм, что трудности, они действительно здесь есть. И мы испытывали определенно свои трудности, и у нас они были. У нас тоже не покупали продукцию. Многие люди говорили нам нет. У меня не брали каталоги. Мои знакомые вообще отворачивались, хотя, поверьте, репутация у меня была в то время, нормальная. Здоровая. Сейчас тем более. Ну и тогда, то есть, если говорить о том, что у меня не покупали, если у вас сегодня у кого-то такая же ситуация, и ваши знакомые говорят вам нет, то не волнуйтесь по этому поводу, не переживайте. Просто это очень сильно меня заканило на начальном этапе. И были моменты, когда опустались руки. Это тоже было, потому что не было ожидаемого результата. Работаешь много, но нет ожидаемого результата. И помогло следующее. Очень много обучались. Очень много ездили на семинар, где слышали какие-то тренинги, всегда туда спешили попасть. В числе первых. И очень помогали книги. Очень помогали книги. И вот именно момент, когда сложно, и вот что-то не получается и не идёт. И, вы знаете, вот есть одна книга, там было написано, что бедные, они живут по принципу «дай, дай, дай», а богатые, они не ждут пока «дай». Они сначала что-то вкладывают, опять вкладывают в себя, в голос, в знания, в новых людей. Работают много, не получают ожидаемого. Но мой спонсор, наш спонсор, Анжел Ишкевич, когда-то сказал великую фразу, и мы живём этой фразой всегда. А он сказал, что энергия ложная однажды, она всегда возвращается. Даже в новых людях. Вы знаете, вот когда вы много работаете, и вам кажется, что вы новичкам отдали больше, чем они вам взамен отдали. Или какому-то менеджеру в своей команде вы помогли, но он этого не оценил. А может быть, вы много работаете за кого-то из своих партнёров и видите, или понимаете. Но знайте, вот эта энергия ложная однажды, она обязательно вернётся в новых людях, возможно, в новых званиях, в каких-то новых, может быть, интересных встречах. Или, может быть, вам Вселенная пошлёт какого-то лидера, и вы даже не будете этого ждать в ту минуту. Так знайте, что это вот работает, я не знаю по какому принципу. И поэтому мы работаем так, что мы очень много вкладываем, мы много вкладываем в людей, иногда не ожидая отдачи. Мы много работаем с людьми, мы делаем за них иногда тоже их работу, но мы знаем, что работает такой принцип. Поэтому работайте много, друзья мои. И удача, она любит смелых. Если вы очень смело работаете, если вы каждый день на позитиве, даже если всё плохо сегодня, то, знаете, завтра будет обязательно лучше. Это принцип лидерства здесь. Поэтому, когда мы поняли, что хотим зарабатывать деньги в Reflame, что деньги здесь точно есть, мы знаем людей, кто зарабатывает, мы тогда с ними уже были знакомы, они покупали дома, машины из салона, они меняли эти машины из салона часто. И мы их видели, и мы встречались с ними на семинарах, и мы понимали, что мы будем при этом делать, если мы хотим зарабатывать энную сумму. Хотя у каждого из вас, друзья, у каждого свой мотивирующий доход, свой, у каждого он свой. Кто-то сегодня мечтает просто миллион, просто дополнительный доход, а кто-то сейчас сидит тихонечко мечтает, просто хотя бы доход для этого директора. Вот тогда, скажете, я успокоюсь. Так вот, знаете, у каждого свой мотивирующий доход. Кто за каким пришёл? Мы пришли сюда, и мы твёрдо решили для себя, что мы будем делать, и что мы будем стараться, и что если мы будем вместе, то у нас получится быстрее, потому что вместе этот бизнес, он лучше строится. Потому что самый лучший советчик – это твой близкий человек, и самый лучший человек, который тебе поможет, когда тебе сложно, и успокоит тебя. Это всегда был мой муж, он всегда мне каждый раз говорил, ничего страшного, ты не переживай, всё у нас получится, и было легче. Поэтому я призываю вас, у кого есть возможность иметь семейный бизнес компанией, обязательно поделитесь со своим близким этой идеей. Идея сетевого маркетинга – это уникальная идея, потому что здесь вы можете превзойти себя в каких-то качествах, в каких-то новых… да, вы развиваетесь, вы лично срастёте. И это так здорово, когда ты свои изменения замечаешь. Так вот, мы поняли в один момент, что же нужно такого, чтобы стать успешным реплеем, и мы узнали, что оказывается, нужно меняться, нужно меняться. И если ты негативный, если ты зануда, если ты переживаешь по мелочам, бывает такое, я тоже переживала, представляете, по мелочам, я плакала, муж меня ругал, что это такое, не расслабляйся, собери сряпка, да, как я сегодня в офисе говорила, собери сряпка, потому что я когда слизмена дать так говорить, понимаете, поэтому, знаете, вот кто-то… вот Паша пишет, да, умные люди строят все эти, а остальные всё-таки всё равно ищут работу. Но здесь в Reflame кто не меняется, тот не идёт вперёд. И знаете, вот что дала нам эта новая жизнь в Reflame? Это новое качество, это краски, это дети в Reflame, это разговоры об Reflame с детьми. И очень интересно, когда они этим живут и воспринимают, они понимают, понимают разницу между работой, когда ты строишь сеть для своего же плаговства, Reflame, любимой компании, когда ты знаешь, что ты свободу имеешь. Когда хочу, тогда работаю, когда хочу, тогда отдыхаю. Я знаю точно, что нужно работать. И поэтому сам себе начальник, и каждое утро я вижу себя в зеркале своего начальника. Да, но так было не всегда. На самом деле, вернусь немножко к нашей истории, поймите правильно, на самом деле, чтобы запустить серьёзный бизнес, чтобы стать бизнесменом или бизнес-леди, нужно пройти определённый этап. У кого-то вот удаётся заботу, у кого-то за два, потому что самым сложным здесь является, это поменять своё сознание. Я очень часто людям, которые начинают, нашим новичкам и менеджерам начального звена, скажем так, 9-12%, говорю, поймите правильно, чтобы получить профессию, вы учитесь 4-5, иногда и 6 лет, отрабатываете потом. Здесь же в Reflame, поймите, вот нужно какие-то ассоциации проводить. Вы здесь в Reflame студент, которому платят зарплату. В течение полугода человек нарабатывает самые простые навыки и в течение ещё буквально полугода он может стать профессионалом. Год – это минимум. Ну, у кого-то, у которых занятость есть больше, детки, работа, может быть, не отпускают. Очень важно понять, что в течение года-двух можно стать действительно свободным человеком. иметь хорошие достаточные доходы, но сначала нужно учиться и выделить определённое количество времени. Иногда люди говорят, я хочу бизнес, но у меня нет времени. Всё очень просто. Нет времени – нет бизнеса. То есть, работая с людьми, отбирая их в свою ключевую команду, конечно же, очень-очень важно. Это чтобы человек имел время на бизнес и желание. Что касается фотографий с нашими детками. На самом деле, это одна из мечт было тогда, в начале бизнеса, это чтобы мои дети никогда, никогда, наши дети с супругой, да, чтобы они никогда не работали тоже под начальником. То есть, чтобы они имели право выбора, чтобы они имели образование нестандартное, которое ведёт, вы знаете, куда, на работу, а чтобы они имели совершенно другое качество образования. Так как дети лидеров учатся за границей в университетах, получают очень хорошее образование, но ключом к этому всему является твоё сознание и, конечно же, финансы, которые ты можешь дать на развитие своего ребёнка. Вы знаете, на этой фотографии наша дочь, она находится в статусе «золотой директор», она получила только премиями 1000 долларов за звание директор, 1500 долларов – это премия за звание старшей директор, 2000 долларов за звание «золотой директор». И вот Юля пишет нам, что пока я только работаю, но когда я буду бриллиантом, тогда тоже так будет. Знаете, что, Юля, я вам так скажу, это будет гораздо быстрее. Я думаю, что к званию «золото», когда у вас будет золотой директор звание, и вы уже будете иметь такую огромную свободу, и у вас уже будет чёткая классная команда, и вы уже будете планировать свой день абсолютно легко, потому что у вас будет очень много свободного времени. И вы знаете, мы очень хотели, чтобы и сын подтянулся к нам, и сейчас он тоже старший менеджер. Ему 16 лет, внизу на фотографии, это они сидят на банкете директоров в ВИП-зоне, где были мы, когда сделали звание «дриллианты». И знаете, об этом мы не мечтали, когда начинали. Когда мы начинали, мы думали, чтобы лучше жить, чтобы иметь своё дело, но когда приходил Арифлейм вот в таком вот, в таком вот всём ярком, красивом к нам с каждым годом, что-то менялось. Во-первых, в Арифлейм, кто работает серьёзно, я скажу вам правду, кто работает в Арифлейм серьёзно, у того человека с каждым годом растёт доход. То есть он меняется от года к следующему году. И это можно видеть по всем отчётам. Вы знаете, вот нет такой работы государственной, где это есть. Если у кого-то на госработе поменялся доход, то, как правило, это в худшую сторону. Сегодня люди рассказывают об этом, что уменьшаются выплаты дохода у них на госработе. Арифлейм, если вы работаете серьёзно, у вас обязательно будут деньги, у вас обязательно будет богатство, у вас будет успех, у вас будет свободное время. А качество жизни, конечно же, тоже поменяется. И сегодня мы говорим вам о том, что помогало нам и в начале пути, и в дальнейшем, и даже сегодня. Помогало нам то, что мы уже, видимо, на тот момент имели мышление предпринимателя. Мы знали, что нужно вкладывать в людей, вкладывать свою энергию в своё время, что нужно иногда чем-то поступиться. И мы оставляли когда-то и детей с нями, и мы уезжали в другие города к своим консультантам. И мы могли уехать и приехать, и мы могли детей оставить одних и переживать за них, как у всех у вас сегодня. И никто нас, никто нас абсолютно не освободил от бытовых дел, да, готовить, собирать, там, я не знаю, мыть посуду. Всё это как у всех. Вопрос в мышлении. И вот когда ты понимаешь, что не сразу огород посадил сегодня, а завтра ты пошёл выкапываешь урожай. Сегодня многие люди поедут по даче, мужа подзеремнял, потому что надо им выживать, и они не ждут, друзья, что они сегодня посадят морковку, а завтра они её уже выкопают. Они понимают, что только осень, только осень у них будет результат. И сегодня у нас апрель месяц, и буквально вот скоро уже летом, мы не успеем с вами глянуться. Всё лето мы будем работать очень активно. Я уверена, что вы тоже будете делать, чтобы осень был урожай. И нужно набрать темп. Даже когда птица взлетает, она не взлетает вертикально, правда же? Она взлетает горизонтально, она делает много-много-много взмахов, крыльями, чтобы набрать высоту. И поверьте, ей не просто это делать, но когда она набирает эту высоту, она парит в небе. И вот тогда только она чувствует, как ей хорошо. Вот так хорошо, как на этом слайде, у нас не было сразу, и наш путь к успеху, он был постепенным. Сейчас в нашей семье все имеют звание. Сейчас у меня в бизнесе присоединилась моя родная сестра. Олечка открыла квалификацию старший менеджер, она стоит возле меня. Она младше меня на 11 лет, и 8 лет она прожила в Австрии. Буквально недавно она приехала сюда, год тому назад. На 8 марта, как раз 8 марта, она зарегистрировалась, и в этом году, 8 марта, она открыла звание старший менеджер. Год работы. Вы знаете, вот как она не сразу тоже поняла все. И через два месяца пришло сознание. И когда мы ждем, что наши новички должны сразу все уже научиться делать, ну надо немножко потерпеть, уважаемая спонсор. И на этой фотографии наша мама, она очень рада за нас, она всегда нам помогает, она знает всегда, какие у нас сложности, какие у нас успехи. Она следит за нами. Она слежит, она уже звонила мне вчера, говорит, так, в субботу закрытие каталога у вас? Ну как дела идут? Как танцбалами? То есть она всегда в курсе всех дел. Она всегда на банкетах, на андерфелляции. Да, она бывает с нами везде на всех банкетах дикторов. Она всегда следит за нами. Она смотрит наши вебинары. Вот видите, как это здорово, когда вся семья в Арифлейн. И спасибо Арифлейн за это. Мы очень ценим Арифлейн и очень любим Арифлейн за это, потому что это возможность, которая, когда ты можешь говорить на одном языке со своими близкими людьми. Что дал нам Арифлейн? Вы знаете, никогда, никогда не думали мы и не мечтали, что можно одевать красивые платья, красивые костюмы, бабочки, галстуки регулярно, минимум два раза в году. И быть в таких местах. Представляете, когда в январе лежит снег, а ты купаешься в Персидском заливе. Ну это только Арифлейн может дать. Друзья мои, за этим стоит работа. Но понимаете, ведь цена вопроса какова. Поэтому, вы знаете, вот надо работать, пока молодые действительно, и не только пока молодые. И все реально в Арифлейн. И машины в подарок. Это все есть в Арифлейн. Об этом, вот клянусь честно, не мечтали совсем правду, совсем. И неожиданно, абсолютно узнали о том, что для бриллиантовых дельтеров действует еще такая программа, автомобиль в подарок, Вольво из салона. Вы представляете, вот компания Арифлейн, это уникальная компания. Она творит чудеса. И, вы знаете, каждый день я благодарю Бога, что когда-то, как многие люди, не сложила руки, не разочаровалась в бизнесе, не сказала, что я не смогу или не потяну. Я благодарна себе, что веры хватило. В себя сначала терпение. Вера – это то, что помогает, сопровождает нас в Арифлейн. И каждый день это помогает нам, каждый день. И мы понимаем, что многие из вас хотят тоже создать свой собственный бизнес. Мы знаем, что даже вот все вы, кто сидит сегодня, здесь у нас 84 человека сегодня в обнимательной комнате. И каждый хочет зарабатывать много денег. Каждый мечтает об этом. Потому что у каждого есть мечта, которая стоит этих денег. И каждый хочет получить от жизни все, иметь бриллиантовый стандарт жизни. Но знаете, мои друзья, ведь только 10% возьмут таки на себя ответственность за людей, разделят ценности компании, ценности команды и будут готовы преодолевать сложности, и будут готовы учиться новому, и будут правильно расставлять каждый день свои приоритеты. И таких людей мы называем лидерами. Мы, вы знаете, вот мы сейчас в команде очень много работаем на лидерство. Сегодня не время потребителей. Вы видите, что сейчас средний балл, он немножко провисает из-за того, что потребители как-то меньше активничают немножечко сейчас. Такое есть. Правда же ведь? У нас вот так наблюдается. И сегодня мы работаем на лидерство. Сегодня мы берем людей и ведем их до результата. И у нас, мы работаем сегодня под девизом «работай на результат». Другого варианта нет. У нас нет времени пить чай, кофе в офисе. У нас нет времени разговаривать. У нас нет времени воды попить иногда. Потому что у нас очень много встреч. Мы работаем с людьми. Каждый день в офисе у нас минимум 15 встреч. И это каждый день. И мы понимаем, что сегодня людям не надо дисконт дарить сегодня людям. Надо бизнес, предлагать деньги, дополнительный доход. И люди приходят с удовольствием. Главное то, что вы говорите им. И самое главное, самое главное, это найдите правильных людей. Потому что мы иногда хватаемся за всех подряд. Друзья, этот бизнес, он выбирает людей. Этот бизнес, он проверяет людей. И вот здесь, я не знаю, что вы вложите в понимание правильных людей. Для меня это люди, которые определенно, они разделяют ценности мои. Люди, которые похожи на меня. Вот мне очень безумно нравится работать сегодня с вашей командой, потому что ваша команда, она похожа на нашу. Знаете почему? Мы когда перед началом сегодня зашли, почитали. Вот Бева, просто фамилия и имя. У нас даже похожие фамилии и созвучные имена и фамилии. Это так смешно было. Мы даже засмеялись перед началом. Я говорю, смотри, у них Светлана Портиновича, у нас Светлана Портенчик, у них Ольга Сташкевича, у нас Ольга Станкевич. Ну и так далее. Директор Анастасия, у нас Ольга Станкевича, у нас Ольга Станкевича. То есть мы так вот, понимаете, наши команды созвучны. И, наверное, мы говорим с вами на одном языке сегодня. Хотела бы, чтобы это было действительно так. Так вот, правильные люди, это те люди, которые будут с вами от начала и до конца. Мы всегда говорим, если ты в Айфлейн, мы идем с тобой до конца. Пойдешь ли ты с нами до конца? И мы идем до конца. Вот это наш тоже лозунг и девиз. И вот это наша команда сегодня. У нас очень много директоров. В глубине много директоров. Во второй линии, в третьей линии. Здесь мы вам показали первую линию наших директоров. Это наши золотые, все золотые директора. Ну, кроме девушки с промостойкой. Это мои разнообразные. Вот у нас, старший менеджер пока. Ну вот, а все остальные. Я, если вы видите курс сорта, я покажу вам филочкой. Первый, мой золотой директор. Это Юрьевич Александр, мой муж, моя опора. Второй, Валентина Ивановна Сегодник, это золотой директор. Это моя соседка. Ну вот кто бы теперь ищет людей, понимаете? Это сама меня остановила, Ванечка, с пакетом. Спросила, ты в Айфлейн? Я даже не знала, что я ответила, потому что я даже безоспанклова знала. Мой первый консультант. Татьяна Касач, старший золотой директор. Вы знаете многие, Танечку. Анжела Кумар, золотой директор. Многие из них были на лайнере. Вы, может, кто видел фотографии на лайнере мечты с Эрифом. Ольга Станкевич, золотой директор. Тоже была на лайнере мечты. И дочь у нее Ангелинка Станкевич, директор. Светлана Боркенчук, двоюродная сестра. Золотой директор буквально через два каталога. Ну и Олечка, моя сестра, вот она сейчас в активной работе. Вы знаете, много еще у нас есть директоров. Вы знаете, это люди должны быть правильные, с правильными мозгами, как я говорю, с правильным подходом, с правильным отношением к людям. Абсолютно нацелены на результат. И эти люди должны быть, наверное, немножечко похожи на вас. Тогда, я уверена, я знаю точно, вы будете иметь результат. Очень сильный, очень классный. И вот, вы знаете, где брать людей? Каждый раз одна и та же проблема. У вас есть такая проблема? Где брать людей? На самом деле все очень просто. Посмотрите, этот слайд. Пока люди стоят на остановках, у нас работа будет всегда. Да, людей на самом деле тысячи вокруг. Вопрос не в том, в каком количестве людей вы обращаетесь и как вы профессионально даете информацию. Вот, вы знаете, когда я вижу вот этот слайд, мне всегда грустно, особенно когда едешь иногда мимо остановок и видишь, сколько же там стоит людей. И мне всегда грустно, потому что люди не знают, не знают вот эту дорогу. Ведь, понимаете, все зависит от нас. Кстати, не знаю, я этот слайд нашла в интернете, но чудом каким-то образом, тетника, которая последняя стоит, у нас пакетик Лэйвона. Ну, уже все в прошлом Лэйвона нет. Так что, в принципе, у нас такая компания сейчас крутая, что у нас вообще конкурентов нет. У нас с вами, кстати, нас с вами ждут очень большие изменения в этом году. Классные, в лучшую сторону. Впереди у нас очень много нового, и компания будет нас поддерживать всевозможными крутыми акциями. Сегодня самое время уцепиться зубами за рисунок. Вы знаете, у меня в бизнесе пришла моя двородная сестра Наташа. Она работала в реанимации, и вот здесь она быстренько очень стала директором. Она за полтора года сделала звание. И сегодня это очень... Она очень сейчас такой сильный лидер. Она интересная такая, вот, нахватка. Вы знаете, когда она пришла ко мне в Reflame, к нам в Reflame, она сказала, я уже много лет за вами наблюдаю, никогда не думала, что можно так жить, что можно отдыхать в самых лучших странах мира, что можно купить дом за наличные деньги. Мы купили дом, и мы живем в своем доме. Это наша мечта, и мы ее получили только благодаря компании Reflame. Ну, не вижу ваших восклицательных знаков, понимаете? Они должны сейчас быть в этот момент. Проперегает дом хоть из самых лучших областей. Да, друзья мои, в компании Reflame покупаются дома, машины и квартиры. Это чтобы вы знали, но на всякий случай. Поэтому, когда я вижу вот таких людей на остановке, мне очень грустно от того, что они идут мимо промостойка Reflame и говорят, это не мое, надоели уже. Даже не подходите. Друзья мои, мне жаль, жаль. Поэтому каждый день мы приглашаем людей, и мы говорим им правильную информацию, рассказываем об Reflame. И люди удивляются, когда узнают. И сегодня я хотела бы вам сказать, почему, почему не все достигают успеха в Reflame. Дело не в компании, дело не в акции, дело не в курсе доллара или евро сегодня в банке. Нет, сегодня успешные люди, это те люди, которые отличаются от остальных людей. Они мыслят масштабно, мыслят. И у них есть такая сила, вера, терпение и настойчивость. Они умеют мотивировать других людей, даже когда самим плохо. Они умеют мотивировать, и они умеют выстраивать отношения крепкие, стабильные. И они находят такие решения иногда. Я когда наблюдаю за работой своей ключевой командой, я говорю им каждый день, девочки, спасибо. Спасибо, что вы учитесь у меня этому. Спасибо, что вы понимаете меня. Спасибо, что вы меня копируете. Спасибо, что вы такие у меня молодцы, и вы умеете находить решение. Вы сосредоточены на результате. Спасибо, что вы очень высокие требования к себе устанавливаете, и к своим партнерам. И что вы пример сегодня даже для меня. И спасибо, что вы планируете свой успех. И, друзья мои, их так мало у меня, этих людей. Но это и есть те самые люди, которые правильные люди. А таких не должно быть много очень. Таких должно быть определенное количество, ровно столько, сколько вы сможете обучить, быть с ними всегда рядом, вести результаты, быть с ними. И каждый из вас хочет быть в команде тоже сильного профессионала, растущего лидера. И вы, кстати, уже в такой команде. И вот каждый из вас должен таким стать. Только тогда за вами пойдут люди. И вы знаете, вот когда вы профессионал, ведь нам платят деньги за наш профессионализм, когда вы профессионал своего дела. Это то, когда вы знаете, что делать и как делать. Когда вы очень адекватно, очень спокойно воспринимаете о любые сложности. Вот сегодня такая ситуация, что не всегда знаешь, как каталог закроется, как он начнется, как закончится. Ты не можешь сегодня прогнозировать, потому что меняется все, каждый день все меняется. Но только вы, только вы решаете, каким лидером вы будете. Спокойным, мотивированным на успех. И я всегда говорю, посмотрите, кто перед вами. Хотите узнать, кто перед вами, лидер или нет? Ну спросите. Готов ли он к переменам? Вот каждый день что-то меняется. Иногда не зависит от нас. Сегодня вот тоже дочь нашла заказа, говорит, мам, ты знаешь, что-то сегодня бал стоит, вот не идут заказы. Кому не позвоню, все говорят, ждем зарплату, зарплату не дают. Друзья, можем ли мы это предсказать? Нет. Можем ли мы повлиять? Тоже нет. Поэтому только от нас зависит, кто мы сегодня. А настоящий профессионал, он никогда не будет пасовать перед трудностями. Он будет идти до конца. И он постоянно растет по этому. Что удивительно, когда вы становитесь профессионалом, только тогда вы становитесь интереснее другим людям. Люди идут только за профессионалами. И мы иногда думаем, что мы делаем что-то не так, если у нас нет результата. Нет, просто сегодня такое время. И только вы сегодня должны четко понимать, что это сегодня трудности. Все меняется. Скоро отойдет кризис. И мы будем потом смеяться, что это было с нами. А на самом деле кризис это уникальная возможность. Сегодня Reflame мы дали нюзам в виде Novage, в виде Wellness. И они удивляются. Они говорят, боже, какие у вас уникальные продукты, оказывается. И сильный лидер, он работает с такими продуктами. А слабый, он работает с кусочком мыка, со спонжиком. Ну, такова жизнь. А потом не спрашивайте, почему один человек успешен, а другой нет. Малочка, ну это уже надо учиться, провалить мастер-классы. Да. Вот, выучить продукт, выучить состав, провести какое-то обучение, позаниматься дома, посмотреть несколько вебинаров. Этому же надо учиться, потратить свое время. Конечно. Но один лидер мне говорит, ты знаешь, ну да, на мышь круто, но это дорого для людей. Вы знаете, друзья мои, я так часто слышу слово дорого. Вы знаете, цена и качество это разные абсолютно вещи. Я так часто слышу, что для людей дорого поехать на семинар от компании, на медомероприятие. Они тоже говорят, что это дорого. И в то же время я говорю всегда так. 250-300 тысяч поехать на семинар, это дорого. Но если в выходные пальчиком по маме кто-то из друзей в лес, на пикничок, тут же найдутся денежки и на пиво, и на шашлык. Поэтому для меня нет понятия дорого. Цена и ценность для меня, вот какие сегодня понятия. И поэтому один успешен, другой нет. И знаете, друзья, я знаю точно, что у каждого из вас есть такой этап, когда либо вы готовы делать результат, либо вы не готовы. А вот этот этап готовности, как вы думаете, от чего он вообще зависит? Вот мы смотрим иногда на людей и не понимаем, тоже думаем, боже, какие возможности. Приходят люди, ну бери работы. Каталоги потрясающие. У нас, знаете, будет каталог номер 7, он будет офигенный, он будет красивый, обложка его будет такая, знаете, помада, помада мусс, и она будет на обложке нарисована, прям вот выпуклая такая, и каждый захочет ее потрогать, понимаете, особенно кто киноэстетик, кто любит потрогать, будет вот выпуклая такая обложечка. И у нас будут высокие продажи именно вот и в 6, а в 7, так тем более, с этой помадой мусс новинкой. Это инновации, какого еще не было. И вы знаете, вот я когда смотрю возможности, это уникальное, бери, делай, зарабатывай, становись успешным, свободным. Финансовая свобода. И вообще, от чего зависит, как вы думаете, от чего это зависит? Вы можете мне написать, потому что мы, правда, не понимаем. И когда думаем, ну классный человек, у него талант, он активен, он коммуникативен, он от чего, как вы думаете, зависит? Вот у кого какие мысли, ну правда. И, знаете, у вас даже нет предположений, да, от чего зависит этот этап готовности, сделать результат, взять на себя ответственность. А я вам скажу, это зависит, друзья, от внутренней мотивации и от вашей мечты. Вот знаете, она или есть, или ее вообще нет. Если ее нет, а у многих она есть, но так как она стоит больших денег, то вы об этом даже не думаете. Действительно, от вашей мечты это то, что будет вами двигать. И это то, что даст вам реальный шанс подняться здесь и сделать результат, и все люди будут говорить, посмотрите, она это сделала. И, знаете, вот у Ани Козловской точно есть мечта, огромная мечта. И, знаете, мечта должна быть такая яркая, чтобы она вас так мотивировала, чтобы вы просто не могли спать, есть. Лайнер значит лайнер. Это такая мечта, что, знаете, когда о ней подумаешь, то прямо вот мурашки по спине, по коже. Я вам говорю, у меня уже мурашки по коже. Ой, вообще, самой себя намотивирует сейчас, слушайте, как уснуть. Так вот, и вы знаете, что, друзья мои, и вы поймите, что нужно сегодня узнавать новую информацию, нужно сегодня больше работать, сегодня нужно больше усилий прикладывать. Это правда, но это результативно, и это радовать будет каждого из вас. И нужно использовать все источники информации. И что бы ты ни делал, делай лучше. Делай лучше, потому что платят тем, кто делает лучший результат. Да, ты знаешь, моя услуга будет лучше, чем кто бы ты ни был. Мне бы предложил эту услугу. Моя услуга будет лучше. Я буду постоянно мотивировать, я буду постоянно себя развивать. Я буду сам... И когда я буду, знаете, молодец, ночой, я профи. Да, здесь было так и есть, да. И вы знаете, что вот действительно сейчас такое время, вот мои лидеры в офисе работают, наши, да, и тоже говорят, ну вот ты так много работаешь, мы вот целый день в офисе. Я вижу, что работают, да, согласна, вижу, что, ну, активны целый день в течение дня. И встреч много. Не всегда результативны, не всегда с баллами, ну, по-разному. Но есть результат. И у нас с вами одинаковый каталог, и мы делаем все с вами в принципе одинаково. Результаты почему-то разные. Я вам так скажу, что, наверное, все-таки просто зависит от того, что сколько вкладываешь энергии в свое дело, какую ты вкладываешь сюда энергию, позитивную или негативную. И, конечно, мы все живые люди, мы тоже, и все устают иногда, и даже самые сильные. Но только в отличие от остальных, эти сильные, они продолжают идти к своей цели. Поплавать, цели, мечту. Вы знаете, сейчас немножечко сложно. Но я всегда говорю, что нам нужно это перетерпеть. И нам нужно немножечко понять, что четвертый каталог, пятый, они вот такие одинаковые. Третий был, конечно, на пике, но вы же понимаете, что мы не можем сегодня равняться на третий каталог. Он был праздничным, он был, ну, более таким. Но сейчас тоже отличные каталоги, и все зависит только от нас. И, вы знаете, вот сейчас такое время, когда мы задумываемся, в команде, садимся, и мы креативим, мы что-то придумываем, и мы тоже, мы тоже находим решения. Иногда такие спонтанные, для того, чтобы расти нам. И мы все понимаем, что ситуация не зависит, и она иногда выходит из-под контроля, но лидер – это тот человек, который находит выход. И выход всегда есть. Даже два выхода. Даже три, что-то маленькие. И, понимаете, ну, я просто говорю всегда об одном. Не важно, какая ситуация. И не важно, что сегодня. Смотрите вперёд. И очень страшно, когда люди не задумываются, и происходит следующее. Сначала ты теряешь мотивацию и инициативу, а потом, нарушенный тебе Бог, начинает казаться тёплым, домашним и уютным. И у нас тоже есть лидеры, которые вот уже вот в этой стадии, я называю эту стадию, когда уже вот человек с точки энтузиазма, он опустился на точку сомнения, и он тонет. И я всегда говорю, вспомни то, когда у тебя хорошо всё шло. Верни ту мотивацию и вот ту энергию, потому что у человека нет энергии и нет результата. А энергия – это тогда, как мой муж говорит, когда горят глаза. И понятно, что сложно, чтобы они загорели вновь, когда что-то не так. Но всё зависит от нас самих. Как сегодня уже кто-то тщательно писал. Всё зависит от нас самих. И когда ты начинал, вспомни, что ты делал тогда. Вспомни, как ты делал тогда. И вспомни, сколько встреч у тебя было. Вот если я сейчас прошу вас, а сколько встреч у вас было, уважаемые коллеги, за последних семь дней? Напишите мне, пожалуйста, цифры, только честно. Сколько встреч? Может, это скайп-встречи, может, это оффлайн-встречи. Но сколько конкретно людей, которым вы рассказали об рейхлэн так, что просто, просто вот у человека вдохновилось что-то внутри, что-то появилось, и он захотел чего-то. Сколько встреч? Напишите, не стесняйтесь. Правда, если норм, так и напишите. Во всяком случае, смотрите, ваши топ-лидеры, они показывают вам своим примером. За последние семь дней 20-30 встреч, около 20-ти. У Марины Дмитрия около 50-ти. У Светланы Паркиновича 5. Вы знаете, друзья, стремитесь, чтобы эта цифра всегда увеличилась, потому что мы с вами здесь не для того, чтобы пить чай в офисе, и не для того, чтобы не стать в каталог. У нас с вами каждый день должны быть бизнес-встречи, после которых будут рождаться новые партнеры. И мы не имеем права потерять инициативу, мотивацию. За нами люди. Действительно, это правда. У Павла Юрьевича, у нашего 16-летнего сына, количество встреч, он проводит их как в офисе, так и в скайп. Вот он написал 25-30, я скажу вам, что в офисе у него иногда бывает по 8 встреч в день, по 8 встреч в 16 лет. Он назначает их сам, он прекрасно звонит, он приглашает, он их проводит сам. Понимаете, всё зависит от нас самих. И, знаете, вот мы иногда думаем, что так долго всё ещё впереди, а жизнь коротка настолько, чтобы не придавать ей значения. И это глупо не придавать ей значения. И время очень бежит. Сначала, конечно, оно идёт, потом оно бежит, потом летит. Это, знаете, как в том анекдоте. А что здесь только что пролетело? А, так это полгода. Они здесь часто пролетают. Знаете, недавно был Новый год, правда? И мы недавно ещё буквально праздновали Рождество и, оказывается, вот уже 8 марта позади, из-за лета, а там следующий Новый год. Друзья мои, время летит, и что-то должно происходить у вас, что-то должно меняться однозначно, однозначно. Если вы в Арифлейн, то у вас должны быть изменения. И работать надо так, чтобы ты чувствовал себя в тонусе всегда, и чтобы ты понимал, что каждый прожитый день дал какой-то, хоть минимальный, на результат. Если вы получились с бизнес-встречами, то значит, вы прослушали презентацию потрясающую какого-то лидера перед сном или утром, и вы узнали для себя, открыли новое, и вы уже поработали. Делайте так, чтобы каждый день у вас был сдвиг, движение вперёд. И для чего? Для того, чтобы ваша жизнь была такая, чтобы вы её любили, чтобы на выходе вы не были разочарованы тем, что была возможность, но упустили. Мы живём один раз. Поэтому очень хорошо думайте, что вы делаете каждый день. Очень хорошо думайте, какую команду вы ведёте сегодня за собой. Присмотритесь к этим людям. Всех и людей вы взяли в команду. Очень хорошо думайте, когда у вас нет встреч, нет планёрок. Очень хорошо думайте, если вы менеджер, сегодня вы не соответствует созванию менеджера, потому что у менеджера есть свои ключевые обязанности, и он уже должен заботиться о своей команде, и каждый день он должен быть в курсе дела, чем живёт команда, какие результаты должны быть в конце каталога. И вы должны понимать, что никто за вас эту работу не сделает. Вы знаете, между мной и моим вышестоящим спонсором был человек. Это были люди, которые были моими спонсорами. Сегодня никого там нет. В этой цепочке оказалась я. И мой спонсор, Байчу Клариса Владимировна, она живёт тоже в Гродно, она сапфированный директор сейчас, и она увидела меня в информационном источке. И она позвонила мне, и она пригласила меня на личную встречу и сказала, я вижу вашу ситуацию, я вижу, что ваши спонсоры все ушли, но у вас 9%, я буду вам помогать. Знаете, я настолько благодарна сегодня этому человеку, и я хочу, чтобы вы понимали, в Reflame никто не стал сам по себе успешным, богатым, счастливым, и в Reflame есть человек, я называю как вторая мама, которая всегда думает о тебе и очень переживает. И вы знаете, мой спонсор, на самом деле, мы называем его дважды бриллиантовым директором, потому что она выросила двух бриллиантовых директоров, это Иванова, Ирина и мы. И вы представляете, какой у нас наставник. И каждый раз я говорю о своём спонсоре, и знаете, вот я очень завидую вам по-хорошему, и счастлива за вас, что в вашей команде у вас спонсор, Елена и Денис, вы знаете, это люди, которые являются большим примером для лидеров Reflame в Беларуси, и это люди, которые, мы очень их глубоко уважаем, и мы видим их в работе, мы видим их в отдыхе, мы видим их просто в соцсетях, и мы всегда учимся у них, потому что это люди, у которых очень высокие семейные ценности, они соблюдают традиции компании, и они всегда на шаг впереди во всём, и они всегда учатся, и они всегда показывают пример в своей команде, и показывают, как правильно. Поэтому, знаете, друзья, сегодня в нашей вебинарной комнате 83 человека, и ровно каждому одинаково повезло, что вы находитесь в команде таких сильных людей, и ровно каждый из вас может перенять все фишки, весь опыт, может попасть на веб-встречу к этим людям, и просто спросить, что мне делать для того, чтобы повторить ваш успех. Ведь любой успех можно повторить, и сегодня у каждого из вас такой шанс. Я говорила вам сегодня про свою сестру, которая работала в реанимации, а её фраза, когда она начала серьёзно в реаниме работать, была такая, она сказала, я только сейчас поняла, что здесь реальная возможность деньги заработать, и сейчас, когда осознание моё пришло, уже что можно, я буду грызть землю, но я добьюсь успеха, и она это сделала. боевство, она сделала это за полтора года, сейчас у неё под ней старший менеджер, очень чёртая команда ключевая, 1 апреля они уже переехали в свой офис, и знаете, я, может быть, вам тоже пожелаю, друзья мои, грызите землю, если вы хотите денег, успеха, богатства, свободы, делайте всё возможное, и всё невозможное, и это будет с вами, и результат придёт, но сначала надо побегать, но лучше сначала много побегать, чтобы потом хорошо жить. Я не знаю, какая вам нужна мотивация, для меня, для нас с мужем было важно, это какой наш вид из окна, мы жили в двухкомнатной квартире, она была маленькая, это мы сейчас, когда в дом приехали, поняли, что она была, оказывается, маленькая, и у наших детей не было своей комнаты отдельно у каждого, и мы понимали это, но ничего не могли с этим сделать до какого-то определённого момента, когда мы решили, что мы уже готовы, и сегодня мы живём в доме 380 квадратных метров, три этажа, сколько этажей? Ну, три ещё, полутора. И у нас у каждого к этажу, и мы недавно в гостиной, когда находились, дети нам говорят, а вы видели, что наша гостиная по квадратным метрам равна всей той нашей маленькой квартире, представляете, хотя мы, правда, у нас не старая была квартира, у нас в новом доме была, двухкомнатная, но оказалось, что там очень маленький такой этаж, да, и, ребята, вы расширяете свои рамки, потому что мы настолько сузились в этом, мы не расширяем их, мы боимся, и когда мы поняли, что мы хотим совсем другой вид из окна, совсем другой, мы хотим парковку свою для автомобилей, мы хотим, мы не хотим в грязных подъездах, оплеванных, спускаться и подниматься два раза в день домой, потом из дома, и мы не хотим слышать пьяные голоса соседей, и мы не хотим слышать по выходным дням, когда включен чей-то перфоратор, и у кого-то там идет ремонт, и мы поняли, если мы, если мы хотим другой жизни, качества, другого уровня, то мы должны очень много работать, я желаю вам очень много работать. На самом деле все очень просто, человек, если он имеет мечту, цель и план, на небольшом промежутке времени он сможет выдержать любые трудности, это же не такие трудности, когда рискуешь жизнью, когда ты обманываешь, не делаешь какие-то неправильные вещи, на самом деле просто взять этот небольшой промежуток, сделать результаты, для того, чтобы своим потом личным результатом забрать к себе своих близких в семью, создать команду мечты, как говорят, и двигаться дальше, уже получая больше удовольствия. Вот профессионализма меньше работает, но получая больше удовольствия, вот это, наверное, тоже одна из меч, которую нужно просто понять и проверить. И сейчас, вы знаете, помечтайте, у кого хотя бы что-то похожее на нашу мечту, помечтайте, у вас может быть свой дятел на участке, у вас летает дятел, у вас может быть свой собственный березовый сок, это так круто вообще. Что у нас еще свое? У нас свой снег сегодня, представляете, смотри. А вы убираете как приятного здесь, у вас дома убираете свой снег, говорит, уже снег с ними прикладывается. Вы разбегаете свои рамки, у вас может быть все свое, у вас может быть своя зеленая трава и свои дуванчики, а не те, где вы выходите в городе и возле подъезда, и это неясно, чья собака там пробежалась. И у вас может быть это все свое, поэтому, друзья, какой будет ваш вид из окна, решать, конечно, будете вы сами. И я всегда говорю своим людям и вам скажу, трудно вам сегодня, но знаете, замахнитесь на невозможное, перемахните несколько ступенек, раз уж по воле судьбы оказались в подножье, лезьте вверх, пока не выдернули лестницу, будет трудно, помолитесь, но только не отступайте, продолжайте идти. Удачи вам, успеха, мы желаем вам роста в ваших командах, роста в ваших доходах. Желаем вам всего самого наилучшего, спасибо, что сегодня вы были так внимательны к нам и до новых встреч. Всем пока! Счастливо, до свидания, пока! Пока! Счастливо,